Быть бани в Ленинском или нет? Этот вопрос последние несколько лет волнует жителей поселка в Алданском районе. Однако местные власти говорят, что денег на содержание бани в бюджете нет. В ситуации разбиралась Татьяна Вахнина. Вот уже третий год баня в поселке Ленинский является лишь ориентиром. Ведущая к крыльцу дорожка заросла сорняками, на двери висит замок, а парилки и моечных напоминает только старая вывеска. Поселковая баня, находившаяся в ведении индивидуального предпринимателя, была закрыта за нерентабельностью. Цена билета в городской бане порядка 280 рублей. Лишь на эту оплату нужны какие-то дополнительные выливания. Без бани плохо сетуют жители. Для некоторых семей не то что попариться в сласть, принять душ стало проблемой. Зоя Чернышева приехала в гости к детям. Хорошую баньку женщина уважает. Однако в Ленинском это удовольствие ей недоступно. Ну да, я тоже слышала, что люди жалуются, что нет бани для такого поселка. Поселок вообще-то прилично большой. Нужна, конечно, баня. Финансировать предоставление комплекса банных услуг населению из местного бюджета не представляется возможным. Глава муниципального образования поселок Ленинский Светлана Гордиенко обратилась к депутатам госсобрания Илтумен с просьбой субсидировать работу бани из бюджета республики. Однако пока вопрос не рассматривался. Но наша администрация, она высоко дотационная, поэтому мы не можем себе позволить субсидировать данный вид расходов. Для меня этот вопрос остается открытым. То есть мы не отказываемся от своих полномочий по созданию комфортных условий и приложим все усилия для того, чтобы в дальнейшем, может быть, в последующем, может быть, через год, все-таки этот вопрос как-то решился. Будет ли баня на Ленинском работать вновь, пока неизвестно. В ожидании решения жители выходят из положения, строят частные бани, устанавливают водонагреватели или же ездят мыться и париться в районный центр.